МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства выделены, осталось найти подрядчика. В Махачкале ищут компанию, которая приведет в порядок городскую канализационную сеть. Каспийск – город трудовой доблести. Торжественное открытие СТЭЛы в честь пристроения муниципальному образованию почетного звания прошло на бульваре имени Абдулаева. Накормили и обогрели. Представители благотворительного фонда «Инсан» вернулись из Египта после передачи гуманитарной помощи палестинцам. Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с частым отключением света в республике. О проблеме энергетического комплекса Сергей Меликов высказался, комментируя прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Руководитель региона отметил, что республика сегодня испытывает кризис в отрасли из-за состояния электросетей, не отвечающим никаким нормативным требованиям. Это, в свою очередь, подтверждается многочисленными авариями, которые зачастились, в том числе из-за погодных условий. Это, безусловно, вызывает справедливое нарекание со стороны граждан, особенно Махачкалы, потому что в Махачкале самая кризисная ситуация по энергетике. Абсолютно справедливое нарекание. Как можно сегодня объяснить жителю Махачкалы, я уже неоднократно об этом говорил, что в условиях наступления зимы отсутствие электричества, а равно и наличие тепла в доме могут быть чем-то оправданы, ничем. Только кропотливой работой аварийных бригад, только кропотливой работой тех людей или тех организаций, которые за это ответственны. Глава Дагестана также отметил, что власти ежедневно мониторят ситуацию по отключениям света и все, что можно, сегодня делается. Средства выделены, аварийные бригады созданы. На самом деле, энергохозяйство сегодня такое, которое без длительных и серьезных вливаний мы не осилим. Поэтому у нас разработана определенная программа, по которой мы сейчас стараемся преодолеть эти аварийные ситуации по ходу наступления нештатных ситуаций погодных в стране. Я хотел бы, в свою очередь, в очередной раз попросить прощения у дагестанцев за те некомфортные условия, которые созданы, исходя из качества, или вернее, из состояния энергетического комплекса, с которым мы сегодня вынуждены жить. В обновлении нуждаются не только электрические сети, но и канализационные. В Махачкале на их замену выделено около 3 миллиардов рублей. Вот только осталось найти подрядчика. Компании необходимо будут проложить трубы внутри столицы почти на 50 километров. Как сообщается у материалов закупки, уже объявлены торги по поиску подрядчика проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ. Завершить ремонт необходимо до 1 ноября 2024 года. В Каспийске в торжественной обстановке открыли стелы в честь присвоения муниципальному образованию почетного звания «Город трудовой доблести». Монумент установлен на территории бульвара имени Абдулаева. Здесь же расположены 4 пилона с художественной реконструкцией истории Каспийска и трудящимся завода «Дагдизель». В рамках мероприятия глава региона поздравил ветеранов войны и труда, почетных гостей и всех дагестанцев с этим значимым событием. Сергей Меликов подчеркнул, что Каспийск стал городом трудовой доблести по указу президента России в ноябре прошлого года за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне. Именно отсюда фронт бесперебойно снабжался военной и гражданской продукцией. Труженики сдали в фонд обороны более 30 тысяч крупного рогатого скота, десятки тысяч голов овец и коз, побив все рекорды и плановые задания тех лет. Шили обмундирование, совместно с эвакуированными заводами изготавливали боеприпасы, более 40 видов вооружений боеприпасов, минометы, пулеметы, бомбы, мины, гранаты, патроны и другие военные изделия необходимой фронту. Весь город жил под лозунгом «Все для фронта, все для победы». При этом космичане героически сражались с врагом на фронте. Около 800 жителей города были отмечены боевыми и трудовыми наградами. Участников мероприятия встречали кадеты, выстроенные в две шеренги, с портретами ветерана войны и труда Каспийска. Военно-патриотические песни исполняли творческие коллективы республики. Сергей Меликов возложил цветы к архитектурной композиции. Кроме того, глава региона вручил почетные грамоты ветеранам тыла за многолетний и добросовестный труд, а также в связи с присвоением муниципалитету почетного звания. Сегодняшний праздник, наш общий праздник, он объединяет нас всех. И тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто приехал сюда жить и работать. История нашего города, как и история многонациональной нашей республики, это прежде всего история его жителей, чьи трудовые и боевые подвиги сыграли важную роль в судьбе Отечества на протяжении многих лет, за что нашему городу заслужено присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». И к другим темам. Церемония подведения итогов Всероссийского творческого конкурса для журналистов «Расул Гамзатов. Родина в наших сердцах» состоялась в Махачкале. Всего было подано 50 заявок, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Кабардино-Балкарии. Общий премиальный фонд конкурса составил 380 тысяч рублей. Все подробности в сюжете Тамары Самедовой. Яркие танцевальные номера, выступления дагестанских исполнителей и торжественное вручение. Все это было на награждение представителей СМИ в Кумыкском музыкально-драматическом театре. Отбирались победители в трех номинациях – лучшие аудио, видео и публицистические материалы. Мне запомнились аудиоработы, запомнились аудиоработы, работа победителя конкурса журналистов Ставропольского края. Мне запомнились целый ряд публицистических работ. И, знаете, ребят, мне запомнилась еще одна работа. Собственно, это стихи, которые читал мальчик-школьник, 11-летний. Он читал стихи «Раслоган зато» настолько проникновенно и, знаете, с такой любовью невероятной, что это тоже, как бы, мы приняли решение наградить его специальным призом. Потому что, ну, поверьте, это было настолько истинно от души, что чувствует, что ребенок проникся любовью к поэзии «Раслоган зато». В номинации «Лучший публицистический материал» третье место заняла работа корреспондента телеканала ННТ Айши Тухаевой. Мы ездили в мае этого года, мы ездили в САДА с нашей съемочной бригадой. Мы сняли очень, у нас были интересные съемки, мы говорили в основном вот про Расула Гамзатова, про его отношения с женой. Это был такой теплый материал, был снят, мне очень запомнились такие слова. Их сказала его племянница, она из немногих, кто остался жив еще, из его потомков, которые живут все еще в САДА. Она сказала, когда умерла его жена, он сказал, что у меня не просто сейчас нет одного крыла, у меня двух крыльев нет. И вот моя статья, она была в основном вот именно с этого ракурса. Расул Гамзатов, как муж такой вот нежно любящий свою жену, вот у меня была такая статья. Мне хотелось на это сделать уклон, потому что мы знаем его как великого поэта, да, специалист, профессионал, ну вот душа, она как-то же, о ней тоже хочется рассказать. Цель конкурса – приобщение к литературному наследию Гамзатова, к родному языку на примере его произведений и популяризация жизненного и творческого пути писателя. Ну, данное мероприятие – это всероссийский конкурс среди средств массовой информации, среди журналистов. На самом деле идея принадлежит не нам, идея принадлежит главе Республики Дагестан провести такое мероприятие. Для того, чтобы во всей России, во всех субъектах Российской Федерации напомнить о Расуле Гамзатове, напомнить о его творчестве, о его глубокой философии. И конкурс на самом деле показал, что Расула чтят и помнят практически по всей России. Практически мы выезжали, ездили и в Башкирию ездили, и в Москва, Петербург. Много было выездов, связанных с Расулом Гамзатовым. И везде, всегда, на всех мероприятиях публика с большой теплотой и удовольствием встречала. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. 65 чтецов, 35 вокалистов и 20 хореографических коллективов. В Махачкале состоялся гала-концерт фестиваля «Золотая осень», посвященный столетию Расула Гамзатова. В мероприятии участвовали победители отборочных этапов художественной самодеятельности молодежи, народные танцы, песни на стихи поэта и выразительное чтение его произведений. Фестиваль «Золотая осень» – это смотр молодых талантов. Он открывает новые имена и дарит его участникам незабываемые впечатления. Для многих конкурс открывает возможность впервые попробовать свои силы на сцене и заслужить зрительский успех. Все лауреаты были награждены дипломами и ценными подарками. Организатором данного мероприятия выступила администрация города Махачкалы. 40 тонн продуктов, 2 фуры с питьевой водой и порядка 2000 теплых одеял. Все это было отправлено палестинцам благодаря неравнодушным людям. Представители благотворительного фонда «Инсан» вернулись из Египта после работы по организации помощи для сектора газа. Также были переданы средства на приобретение медикаментов. Сотрудники фонда навестили палестинцев, прибывших к Каир, на лечение и передали им часть собранных средств в качестве материальной помощи. Вся эта кампания – это, наверное, какая-то наша общая боль перед вот этой беспомощностью. И попытка найти какое-то оправдание на том свете, что мы сделали. Я думаю, что это не последняя конкурировка. И в завершение, как бы банально, наверное, это неизвестно, хочется сказать, да будет мир во всем мире. Маджлис лакского народа прошел в Махачкале при вокзальной мечети имени Сайфулла Кадзиба Шларова. Сюда съехались представители этой национальности со всех уголков Дагестана. Цель мероприятия – собраться и помолиться за всех мусульман, в особенности за тех, кто находится в секторе газа. Посетители маджлиса пришли вместе с семьями. Женщины расположились на втором этаже мечети. Имамы выступили с проповедями на родном лакском языке. Вручили путевку на Малый Хадж посредством жеребьевки. Специальным гостем мероприятия был богослов Идриса Садулаев, который ведет просветительскую работу с молодежью. Это приводит имам Аль-Бай-Гарти в своей книге. Воистину, истоком лицемерия является слово человека, сказанное против своего имама. Если до сегодняшнего дня наши предки 7 раз этот мер один разрез говорили, сегодня надо 20, 21 раз мерить, один разрезать. Три раза больше надо мерить и сверить на весь шариат. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова